Святитель Игнатий Вринчанинов. Приношение современному монашеству. Выписка и створение преподобного Марка Подвижника. Древнее образное изложение преподобным Марком его глубоких размышлений, иногда очень сжатое, иногда очень растянутое, принудило здесь при переводе обращаться нередко к значительной перестановке слов речи, к парафразу, с той целью, чтобы назидательная мысль писателя всегда была ясна для читателя, чтобы назидание не скрывалось в темноте изложения. Наблюдалось это, хотя в меньшей степени и в прочих выписках, помещенных здесь в творениях святых отцов. Этим правилом руководствовались часто отцы даже в приводимых ими из речениях священного писания. Бог есть и начало, и средина, и конец всякого блага. Истинное блага не может быть не принято верою, не исполнено на деле иначе, как припоследствии Иисуса Христа и Святаго Духа. Слово о законе духовном. Глава 2. Живая вера, крепкий столб. Христос для верующего в Него, такой верой – все. Глава 4. Вдение, молитва и терпение постигающих нас скорбит, доставляет сердцу безвредное, полезное сокрушение, лишь бы только несразмерное усиление подвига не отняло у Него существенного достоинства. Неродящий об этих трех видах дел, не упражняющийся в них, слабо подвернется нестерпимой муке при кончине своей. Глава 19. Во время кончина сластолюбивое сердце служит для души темницей оковами, любящий же подвиг дверь отверстая. Глава 20. Железные врата, вводящие в Иерусалим образ жестокого сердца, отверзаются они сами собой, ведущему подвижническую жизнь и терпящему скорби, как отверзлись апостолу Петру. Деяние 12 глава. В то время, как действует в тебе память Божия, умножая моление, чтобы Господь воспоминал о тебе всегда забвение, когда забвение о нем нападет на тебя. Глава 25. Милостивое сердце, очевидно, привлечет к себе милость. Противоположно этому, естественно, должно случиться с сердцем, находящимся в расположении противоположной милости. Глава 29. Закон духовной свободы научает истине, и многие знают его поверхностным разумением, но немногие разумевают по мере исполнения заповеди делами. Глава 30. Совершенство духовного закона сокрыто в Кресте Христовом. Глава 31. За скорби уготовано человеком благое, злое, за тщеславие и сластолюбие. Глава 42. Обижаемый человеком избегает греха и обретает заступление с измерной скорби. Глава 43. Кто верует Христу, обетовавшему в издаянии, тот усердно по мере веры претерпит всякую обиду. Глава 44. Кто молится о человеках, обижающих его, тот не излагает бесов. Не излагается бесами тот, кто дозволит себе противоборство обижающим его человекам. Глава 45. Поношение от человеков приносит скорбь в сердцу. Оно для терпящего бывает причиной чистоты. Глава 49. Живя в довольствии, принимая попущаемые скорби, и как долженство считать отчет, воспрещая себе излишества. Глава 51. Случившийся нечаянный скорбь напоминает благоразумного о Боге, увезвляя забывшего о Боге сразмерно вкравшемуся забвению. Глава 56. Умственно показывай себя, владыки, человек бы зрит на лице, Бог же на сердце. Послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 13 стих. Всякая невольная скорбь научает тебя обращаться к памятованию Бога, и не скудеет тебе помуждения к покаянию. Глава 57. Исследовай свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет окраден твой духовный подвиг. Глава 63. Неудобо простительно нерадение всех посильных добродетелях. Милостынь и молитва вставляет нерадевших. Глава 64. Всякая скорбь по Богу есть существенное дело благочестия. Истинная любовь искушается противностями. Глава 65. Не подумай, что можно стяжать добродетель без скорби. Жительствующий в отраде пребывает чуждом духовной опытности. Глава 67. Сматривайся в окончательное последствие всякой скорби и найдешь, что она заключается в истреблении греха. Глава 67. Желающим невосуждения себе принимать похвалу от человека, прежде доволюбит обличение в грехах своих. Глава 72. Подвергшийся бесчестию за истину Христову, старично будет прославлен многими. Но лучше делает добро в надежде будущего воздаяния. Глава 73. Хваляешь ей ближнего лицемерно в удобное время, уничижит его. Глава 75. Незнающий козни, устраиваемых врагами, удобно заколается ими, и незнающих начал, на которых зиждутся страсти, удобно низвергается грехопадение. Глава 76. Глава 76. Когда явится в тебе помысл, предлагающий славу от человеков, то знай, наверное, что он устраивает для тебя бесчестие. Глава 90. Враг ведает правдивость духовного закона и ищет только, чтобы человеческий ум изъявил согласие на представшей ему греховную помысл. Таким образом, враг или подчиняет покорившегося ему трудам покаяния, или побежденный не прибегнет к покаянию, подвергает его страданиям, наводя на него, как на покорившегося ему произвольно различные скорби. Иногда же подучает его восставать и против наведенных скорбей, чтобы здесь умножить страдания и выказать неверное по причине нетерпения при исходе души из тела. Глава 91. Многие много поборолись против встречающихся невольно скорбей, но никто не избежал скорби иначе, как при последствии молитвы и покаяния. Глава 92. Пороки заимствуют силу один от другого, и добродетели развиваются в человеке одна от другой, возбуждая в причастнике своим движение к преуспеянию. Глава 93. Малые согрешения еще уменьшаются дьяволом в глазах наших, иначе он не может привести нас к большим согрешениям. Глава 94. Глава 94. Если кто, явно согрешая и не прибегая к покаянию, не подвергся никакой скорби до самого исхода из этой жизни, то понимай из этого, что его постигнет суд без милости. Глава 112. Молящийся в разуме терпит встречающиеся скорби, но побеждаемая по метазлобиям еще не имеет чистой молитвы. Глава 113. Обиженный, обесчащенный, изгнанный кем-либо из человеков, не заосматривайся на настоящее, но устреми взоры последствиям действия этого человека, и найдешь, что он был для тебя виновником многих благ не только в настоящем, но и в будущем веке. Глава 114. Полезна горькая полын для тех, у которых испорчено пищеварение, так и злонравно полезно подвергаться злоключениям, то и другое служит вручистом, доставляя телесное здравие первым и приводя к покаянию вторых. Глава 115. Ты не желаешь терпеть зла, не желай делать зла. Первое за вторым последует неизбежно. Каждый жнет то, что посеял. Глава 116. Сея зло произвольное, пожиная его невольному, должно удивляться правде Божией. Глава 117. Определенно некоторое время между сея твою и жатвою, не видя воздаяния вслед за сделанным злом, не будем не верить воздаянию, как некоторые не верят ему по этой причине, придет оно в свое время. Глава 118. Похваляющий и мести порицающий ближнего выказывает этим, что он недугой тщеславим и завистью. Похвалами старается скрыть зависть, а порицаниями старается выставлять свое превосходство над порицаемым. Глава 122. Невозможно пасти овец и волков на одном пастбище. Так невозможно получить милость тому, кто делает зло ближнему. Глава 123. Вода и огонь, будучи соединены в одном месте, противодействуют друг другу, противодействуют друг другу в душе слова оправдания и смирения. Глава 125. Ищущий отпущения грехов любит смиренно-мудрее. Осуждающий ближнего запечатлевает свою греховность. Глава 126. Не оставляя неизглажденным греха, хотя бы он был и само малейшее, иначе он повлечет тебя к большему злу. Глава 127. Если хочешь спастись, возлюби правдивое слово и никогда не отвращайся об лечении. Глава 128. Лучше молиться с благоговением о ближнем, неже обличать его во всяком согрешении. Глава 132. Кающаяся истина подвергается поруганию безумных. Это служит для него знаком благоугождения Богу. Глава 133. Привознавшись похвалами, ожидая бесчестия. Глава 137. Ищущий похвалы вступает в область страстей. Плачущий о скорби, нашедший на него, обнаруживает преобладание в нем сластолюбия. Глава 144. Калибрится, как на весах помысл сладострастного. Сладострастный иногда проливает слезы, оплакивая грехи свои, иногда же защищая свое сладостолюбие и ратует против ближнего, выступает с ним в спор. Глава 144. Долготерпеливый муж изобилует разумом. Будет изобиловать разумом и тот, кто устремится всем сердцем в изучение божественной премудрости. Глава 146. Без памяти Божий разум не может быть истинным. Без нея он ложен. Глава 147. Ненавидящее обличение погрязает в строгости произвольно. Любящее обличение, если увлекается еще страстями, то, очевидно, увлекается попрежде полученному навыку. Глава 151. Не желая слышать поведания о согрешениях ближних, в таком произволении напечатлевается образ этих согрешений. Глава 152. Глава 152. Настоящие скорби променивай в мысли твоей на блага будущей жизни. Нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Глава 156. Сплетение приятных и неприятных приключений, принимая равным помыслом с одинаковым равнодушием, Бог при таком подвиге человека уравнивает неравность событий. Глава 159. Душевные переменные колебания приходят от помыслов, не приведенных в основательное, но всегда равное состояние. Состояние Богом устроено так, что невольно бывает естественным последствием произвольного. Глава 160. Дела, совершаемые телом, суть порождения действий Духа, будучи естественными справедливыми последствиями их по определению Божиим. Глава 161. Пребывай непоколебимо в духовном разуме и не будешь изнемогать при искушениях. Уклонившись же из духовного образа мысли, ощутишь страдание, претерпи его. Глава 163. Молись, чтобы не постигло тебя искушение. Постигши же искушение, прими как свою принадлежность, а не как что-либо чуждое тебе. Глава 164. Воздержись от всякого излишества при удовлетворении нуждам тела, и тогда возможно смотреть козни дьявольские. Глава 165. Когда ум оставит телесное попечение, тогда не очнет видеть соразмерно этому оставление козни невидимых врагов. Глава 167. Иной по наружности исполняет заповедь, но в сущности удовлетворяет своей тайной страсти и растлевает доброе дело греховными помыслами. Глава 169. Вадима, в начало зла не скажи, оно не победит меня. Нисколько ты введен в него, настолько уже и побежден. Глава 170. Всякое великое согрешение начинается с малого подчинения. Начало ему возрастает, постепенно будучи питаемо и развиваемо. Глава 171. Козни злобы мрежа многополитенная, часто запутывающегося в ней, она охватывает со всех сторон, если он попустит себе нерадение. Глава 172. Не желай слышать о несчастье подвершем человека враждебного тебе, слушающие произвольно такие поведания пожимают плоды своего произволения. Глава 172. Не думай, что всякая скорбь опускается человеком за грехи их, искушаются и благоугождающие Бога, говорит Писание, нечестивей и беззаконницей и сженутся. Псалом 34, стих 28. Оно же говорит, все хотящие благочестивое житие о Христе, гоними будут. Глава 174. Второе послание апостола Павла к Тимофею. Третья. Глава. Двенадцатый стих. Во время скорби постарайся заметить действия сластей, а не утешая в скорби, бывает нам приятно. Глава 175. Некоторые называют мудрыми, понимающих и объясняющих различные предметы в видимом мире, мудры, обладающие своими пожеланиями. Глава 176. Если увидишь сильное движение в душе, лекущее в страсти безмолвствующий ум, то знай, что ум предупредил это невольное действие, действием произвольным, произвольно приведя к движению страсти, насадил ее в сердце. Глава 179. Когда пристанешь исполнять на деле плотские похотения по учению Писания, тогда при помощи Господа удобно прекратиться и в душе невидимое действие страсти. Глава 181. Бог вменяет нам и дела, и намерения. В Писании сказано, Господь воздаст кремуждо по деяниям Его. Глава 181. Глава Евангелия от Матфея, 16 глава, 27 стих. Также сказано, да засти Господь по сердцу твоему. Глава 184. Псалом 19, 5 стих. Не занимающийся постоянно рассматриванием своей совести, не возложит на себя телесных подвигов для стяжания благочестия. Глава 185. Не возложивший на себя произвольно подвигов для стяжания благочестия, тем сильнее будет подвергаться скорбям невольно. Глава 187. Совесть есть книга естественного закона, считающая эту книгу исполнением на деле требований, и опыт напознает, что Бог с помощью ствует человеку. Глава 186. Познавший волю Божию, исполняющий ее по силе, малыми трудами избежит в трудах трудов великих. Глава 188. Хотящий победить искушений без молитвы и терпения, невозможен отразить их от себя, запутается в них еще более. Глава 189. Благое направление совести приобретается молитву, и чистая молитва, правильно настроенную совестью, одно служит последствием другому естественно. Глава 193. Яков устроил Иосифу пеструю одежду, а Господь дарует кроткому разум истины по свидетельству Писания. Научит Господь, говорит оно кроткие путем своим. Глава 199. Господь сокровен в заповедях своих и обретается, ищущими его по мере исполнения ими заповедей его. Глава 190. Мир Христов есть избавление от страсти, и он не может быть получен иначе, как действием Святого Духа. Глава 192. Господь, научая нас, что исполнение каждой заповеди его есть долг наш, а усыновление Богу есть дара его, даруемое вследствие искупления человека в крови его. Говорит, егда, сотвористи вся повеленная вам, глаголите я карабине ключими яйцами, и ежи должны бегом сотворить и сотворихом. Из этих слов яствую, что Царство Небесное не есть возмездие за дела, но дар по благоволению Божию, готованный верно рабам. Слово о думающих, оправдаться делами. Глава 2. Христос, умри, грех ради наших по Писаниям. Первое послание апостола Павла Коринфянам. 15 глава, 3 стих. И тем, которые служат ему благоугодно, даруют свободу, добрые раби, благие и верные, говорит он. А малым был и северен, над многим тебя поставлю в ниде, в радость Господа твоего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих, глава 4. Почитающее Господа исполняет повеленное им согрешившее же, то есть прислушавшее Господа, терпеливо переносит попущаемые скорби, как свойственное себе, как свою принадлежность. Глава 6. Искушение, случающееся с нами неожиданно, научает нас быть трудолюбивыми и привыкает к покаянию при недостаточном произволении к нему. Совершается это по смотрению о нас Божьем. Глава 8. Скорби, постигающие человека в суть порождения и соделанных ими согрешений и живущих в них страстей. Если будем претерпевать те скорби при помощи молитвы, то последуют за наведенными скорбями наведение благого положения. Глава 9. Некоторые, будучи похвалены за добродетели, усладились с этой похвалой и наслаждение тщеславным приняли за утешение. В совести другие, будучи облечены во грехе, опечались и полезную печаль сочли действием злобы. Глава 10. Желающий переплыть мысленное море, возделывает в себе долготерпение, смиренное мудрее терпение и воздержание. Если же он покусится совершить плавание без содействия этих добродетелей, то возмутит лишь сердце свое, а приплыть невозможет. Глава 29. Безмолвие заключается в утверждении всех видов зла. Кто при безмолвии совокупит четыре вышеупомянутые добродетели с молитвы, для того они соделаются надлежащим средством к достижению бесстрастия. Глава 30. Невозможно безмолвствовать ему, не безмолвствуя по телу, невозможно уничтожить разъединенное тело с духом безмолвие молитвы. Глава 31. Молитва, бессосредоточенная в ней о мысле внимания, не признается совершенную, но мысль выпиющая безмолвно, то есть без расхищения и рассеянности, услышит Бог. Глава 33. Ум, молящийся неразвлеченно, утесняет сердце. Сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничтожит. Глава 34. И молитва называется добродетелью, хотя она мать всех добродетелей. Она рождает их от соединения с крестом. Глава 35. Что сделает без молитвы и не возложа упования на Бога, то оказывается впоследствии вредным и подрешительным. Глава 36. Если впадешь в уныние при молитве или подвергнешься многообразным напастьем от врага, то приведи себе в память предстоящие тебе исшествие из этой жизни и лютые адские муки. Но лучше прилипляться к Богу молитву и возложениям на Него всех попечений, нежели прибегать к воспоминаниям, нарушающим сосредоточенность, несмотря на пользу их. Глава 38. Не признается воздержником, тот-то развлечен разнообразными помыслами, хотя бы они и были полезны. Не полезнее они молитвы. Глава 40. Кающийся правильно не думает, чтобы его подвиг покаяния служил удовлетворительным возмездием за соделанные грехи, но усиливается подвигом покаяния в милости ведь Бога. Глава 42. Сколько бы мы ни умножали сегодня добродетель нашу, этим не заслужим воздаяние, это обличение предшествовавшего нерадения. Глава 44. И великая добродетель терпеть приключающейся скорби и любить ближнего ненавидящего по заповеданию Господа. Глава 47. Евангелие от Матфея, 5 глава 44 стих. Знак нелицемерной любви, прощения и обид, так и Господь возлюбил этот мир. Глава 48. Невозможно просить от сердца обида бездейственного духовного разума. Духовный разум объясняет, что все постигающие каждого есть его собственность. Глава 49. Ничего не потерпишь из того, что оставишь ради Господа. Оставленное возвратится в свое время с великом избытком. Глава 50. Истинный разум заключается в терпении скорби и в том, чтобы в бедствиях своих не обвинять ближнего. Глава 56. Делающий добро и ищущий воздаяние служит не Богу, а своей воле. Глава 57. Согрешившему невозможно избегнуть воздаяние иначе, как покаянием, соответствующим согрешению. Глава 58. Уразумевший, что нашествие злоключений извне попущается нам правду и Божию, нашел ища Господа и разум и правду. Глава 65. Если разумеешь, как научает тому Писание, что по всей земле судьба Господня, Псалом 54, стих 7, то всякий случай соделается для тебя учителем Богопознания. Глава 66. С каждым встречается должное, соответственно, настроение его. Попускаем мы. Наведение бывает разнообразное. Приличное наведение для каждого ведает один Бог. Глава 67. Подвершись какому-либо бесчестию от человеков, знай, что этим тебе уготавляется слава от Бога, и пребудешь в бесчестии, обеспечен и не смущен. Во славе же, когда она придет, верен и не осужден. Глава 68. Похваляемо многим по благоволению Божию, отнюдь не принеси никакого самохвальства к похвале, устрояемое по смотрению Господню, чтобы не попустилась перемена, чтобы ты не подвергся вместо похвалы бесчестию. Глава 69. На сегодня все, дорогие, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok